Кто хорошо знает кол, тот хорошо играет в шашки, говорили старые мастера. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим старинный классический дебют кол. Дебют кол возникает после ходов либо СД4, либо СБ4. И после такого, как черный играет БА5, мы ставим как раз вот этот пресловутый кол. Сегодня мы с вами рассмотрим интересный ход ФЕ5. То есть он применяется довольно-таки редко, но на самом деле тут, возможно, интересная игра. Белая играет БЦ3, черные ЖФ6, белые АБ2, черные АЖ7. То есть черные построили колонну и хотят выиграть шашку либо ходом ЕД4, либо ходом ЕФ4. Поэтому белые размениваются. И лучше всего меняться не в центр, а именно на фланг. То есть мы разрушили колонну активную черных. И кроме того, черным сейчас придется вылазить в центр ходом ФЕ5. Но мы играем ЖФ2 и ставим черных перед проблемами большими. То есть здесь уже, допустим, проигрывает ход ЖФ6. Потому что мы играем ФЖ3. Теперь хода СБ6 нет из-за элементарного ЕФ4. После разменов белые остаются с лишней шашкой и легко выигрывают. То есть черным остается единственный ход СД6. Теперь мы размениваемся. В СССР нельзя играть из-за комбинации. Допустим, СД6, СД4. Белые оказываются в дамках. Поэтому у черных остается единственный ход ВСССР. Теперь мы точно отвечаем СБ2. СБ6 снова нет из-за ЕФ4. Поэтому остается играть СД6. Мы играем Б3. Размениваемся. Ну и у черных остается последний ход БС7. Здесь мы проводим комбинацию. Отдаем одну. Затем вторую. Прорываемся от дамки. И выигрываем. Поэтому в этой позиции черным надо играть не ЖФ6, что ведет к поражению. А либо ЕФ6, создавая колонну. Либо меняться вот таким образом. Но здесь белые могут получить огромное преимущество. То есть в классической книге «Курс шашечных дебютов» Литвиновича Негры указан следующий вариант. СД4. Черные нападают СД6. И белые размениваются вот таким образом. Но это продолжение не ведет к победе белых. Потому что черные играют БС7. И на нападение могут разменяться ходом ЕД6. То есть и здесь ничья за черных вполне возможно. Если же черные ошибаются, то есть интересная партия Цирик-Цициновецкий. То есть игрсмейстер Цирик, Зиновий Цирик в этой позиции победил после того, как черные пожертвовали шашку. То есть черные ожидали, что белые побьют назад, а белые побили вперед. Ну и после нападения, то есть черные пытались отыграть шашку, белые неожиданно сыграли ФЕ5. Сюда бить нельзя, потому что черные останутся без шашки. Приходится бить на поле Б4. Ну и белые проводят симпатичную комбинацию. ЕД6. ЖФ4. И белые выигрывают. Ну в этой позиции все-таки на ход СД6 я рекомендую не размениваться. Так как там есть ничья за черных. Но она довольно-таки известная. Поэтому здесь лучше всего играть именно ДЕ5. Этот ход особо неизвестен новичкам. То есть в чем тут суть? У черных переразвитие. То есть белые в получающихся гамбитных позициях получают огромное преимущество. И черным будет очень тяжело сделать ничью. Поэтому в этой позиции обычно не меняются, а играют ЕФ6. И здесь хочу вам привести две интересные партии. Партию против мастера Яни Сосафина и партию против Сергея Батулова. Против Сергея Батулова я здесь играл белыми и я здесь напал. Сергей Батулов здесь обычно играет ЕФ4. Это продолжение мы рассмотрим в партии против Яни Сосафина. А Сергей неожиданно сыграл ЕД4. Ну можно бить в обе стороны. В принципе игра там чуть с небольшим преимуществом белых. Но черные могут достичь ничьей. Я предпочел двойной размен. Ну после разменов я здесь сыграл ФЖ3. Сергей здесь сыграл ФЕ7. Ну и здесь мне надо было играть БЦ3. Ну и после разменов партия закончилась бы ничьей. Я же здесь захотел выиграть Сергея и разменялся вперед. Сергей играет ЖФ6. Я играю ДЕ3. БЦ7. ЕД2. Кажется, что у белых преимущество огромное. То есть центр. Сильная шашка на С5. У черных шашки на бортах. Пассивные. Но тем не менее здесь черные выигрывают. Сергей напал и я понял, что мне некуда ходить. То есть на ход ЕД4 черные выигрывают шашку. Проводят вот такую симпатичную комбинацию. Отдают одну. Вторую. И белые остаются без шашки. То есть а как играть, друзья? Если не закрываться, то остается единственный вариант. Жертвовать шашку и затем размениваться. Именно так я сыграл партии против нижегородского мастера Сергея Батулова. И затем здесь сыграл БЦ3. Сергей точно играет СБ4. Ну и после вынужденного СД4 Сергей разменялся. Размен вперед ведет лишь к ничьей. И Сергей точно играет. Бьет назад. Теперь выясняется, что после ДЕ3 СД6. И Ф4 АБ6. Белые форсировано проигрывают. То есть нападения нет. Из-за размена. Назад. И черные выигрывают. У меня остается единственный ход СБ2. Здесь Сергей нашел точный выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Сергей точно напал. Мне пришлось отходить. Черные жертвуют шашку и размениваются. Ну и с помощью оппозиции легко побеждают. Друзья, а теперь рассмотрим еще один вариант. То есть почему после БЦ3 черным надо именно размениваться, упрощать позицию. Потому что на ход ЖФ6 белые неожиданно играют ДЕ3. Кажется, что это глупый ход. Но на самом деле он ведет к выигрышу. Черные отдают две шашки. И забирают три. Выигрывают шашку. Но на самом деле побеждают здесь белые. Надо точно разменяться вперед. Ну и как бы черные здесь не играли, они проигрывают. Здесь возможны два варианта. Допустим, БЦ3, ФЖ5. И здесь можно либо играть ДЕ7, то есть проводить размен на поле Ф6, либо сразу же играть АБ4. И затем уже подтягивать свои шашки к полю Д4. Ну рассмотрим первый вариант. Если ДЕ7, надо точно меняться. Теперь единственный ход АБ6. Мы играем ФЖ7. БЦ5, ставим дамку по большой дороге. Надо закрываться. Ну и фиксируем. То есть не даем сыграть ДЕ3 из-за хода ЕФ2. Теперь БЦ7. Играем дамкой на Ф6. И после СД6 точно играем дамкой на поле А4. То есть, друзья, не даем хода АБ4 из-за элементарного СД2. То есть отдали 2, забрали 3, легко выиграли. А если СД2 не ходить, то остается играть только ДЕ5. Теперь мы нападаем. Точный ход. ХЖ3. Ну и у черных есть два варианта. Либо играть АБ4 сразу же, либо играть ЕФ4. Но все равно это приводит к одним и тем же вариантам. То есть точно бьем на Д6. Ну и после АБ4 черные играют БЦ3. Кажется, вроде бы сейчас дойдут до дамок. И партия завершится ничей. Но на самом деле белые жертвуют дамку. И выигрывают с помощью оппозиции. То есть на БЦ5 играем ДЕ3. И белые празднуют победу. Но черные в этой позиции могут оказать более упорное сопротивление. То есть играем БЦ3. И теперь на ФЖ5 играем не ДЕ7, а АБ4. Надо играть ЖФ6. Ну и здесь возможен следующий вариант. АБ6 надо играть, чтобы успеть закрыть шашку С3. ЖФ6. БЦ5. Ставим дамку по большой дороге. Надо закрываться. Играем АЖ5. Черные играют БА3. Ну и мы делаем профилактический ход. То есть не даем черным попасть на поле Е3. Играем ЕФ2. Допустим, теперь БЦ7, ФЖ3, СД6, ЖФ4. И на ход ДЕ7 играем АЖ7. И теперь на ход ДЦ5 надо точно пойти ЖФ6. Ну и здесь возможны два варианта. Либо черные отходят. Тогда мы играем по большой дороге. И на ход СБ4 точно играем ЖФ6. То есть что сделали белые? Белые не дают разменяться вот таким образом. Потому что белые побьют дамкой. Черные вынуждены бить на ЖФ5. Ну и белые здесь легко побеждают. Поэтому в этой позиции черным в ответ на нападение лучше не отходить, а лучше отдать шашку. И разменяться, пройти в дамки. Но здесь белые все равно выигрывают. То есть все сводится к проводке С1. Точно играем дамкой на большую дорогу. То есть занимаем большую дорогу. Эта шашка проводится в дамке. Затем мы снимаем вот эту шашку, выигрываем. И все сводится к классической позиции проводка шашки С1. Кто не знает, как проводить шашку С1, подсказочку оставлю в левом правом углу. Ну а теперь партия против Яниса Сафина. Здесь я играл черными. Я уже сыграл классический вариант ЕФ4. То есть Сергей Батулов против меня играл ЕД4. Там острый вариант. А я сыграл ЕФ4. Вариант более пассивный, но так скажем надежный. После разменов черные отыгрывают шашку, а белые играют ДЕ3, ЕФЖ3. Ну и здесь возможны два варианта игры за черных. Либо сразу играть БЦ7. Тогда белые размениваются вперед. Черным надо играть ЖФ6. Белые играют СД2. То есть грызят выиграть шашку. Надо нападать. Размена нет. Из-за простого ЕД4. Поэтому белым приходится играть БА3. Ну и после размена назад и хода черными ДЕ5 все-таки ничья возможна в этой позиции. Против же Яниса Сафина я сделал ничью по-другому. То есть вот этот вариант игры, который я сейчас приведу, очень хорошо разобран в книге Максима Федорова «Энциклопедия Эншпиля». То есть черные играют АБ6, белые играют БА3. ЖФ6, СД2, БЦ5 и белые меняются вперед. ЖФ4. И это классическая позиция. Ее разбирал как раз гроссмейстер Цирик. Великолепно разобрал. Тут возможно несколько ходов за черных. Но все они проигрывают, кроме единственного продолжения. То есть на ход БЦ7 белые проводят комбинацию ХЖ5, ФЕ5 и ЦБ4. То есть белые форсировано попадают в дамки. Черным надо закрываться. Белые играют БА7 и переводят свою шашку на поле Ж1. Кажется, что черные достигают ничьей, но это не так. То есть на вынужденный ход ДЦ7 белые точно отвечают ЕФ2. И после СД6, АБ4, ДЕ5, БЦ5 черным остается только сложить оружие. Белые побеждают. Если черные в этой позиции играют ФЕ5, то мы просто размениваемся. То есть грозим пройти в дамки. Ход ДЕ7 вынужденный. Мы играем Ж6. ЕФ6 снова вынужденный, не давая пройти в дамки. Тогда играем ДЕ3. И после БЦ7 точно играем ЕФ2. То есть ЕД2 играть не надо, потому что черные пожертвуют шашкой и зайдут в люпки. Это позиция ничейная. Но вот эта позиция выигранная. То есть черным надо жертвовать шашку. Обратите внимание, хода ЕД4 нет и за АБ4. Поэтому черным приходится размениваться назад. Ну и теперь мы скромненько играем ФЖ3. Если черные теперь играют ЕД4, мы спокойно отходим. Ну и на ход ДЦ3 нападаем. Отходить нельзя из-за банального же Ф6. И белые легко выиграют. Поэтому черным приходится жертвовать вторую шашку. И это окончание выиграно за белых. Если же в этой позиции черные не нападают, ЕД4 играют БЦ7, то мы выигрываем следующим образом. Размениваемся назад. И после СБ6 играем ФЖ3. Допустим, БА5. Но эту позицию вы уже видели. Как раз в моей партии против нижегородского мастера Сергея Батулова. То есть только обратным цветом. Отдаем шашку и размениваемся. Просто, но со вкусом. После БА7 можно провести комбинацию с выигрышем шашки. То есть на ДЕ7 играем, АЖ5 выигрываем. А если черные жертвуют шашку и пытаются прорваться, то жертвуем две шашки щедро. После размена на Б6 скромная играем АЖ5. И черные просто не успевают дойти до дамок. Белые легко побеждают. То есть в этой позиции мы не рассмотрели последний ход. ДЕ7 кажется слабым из-за того, что белые проводят комбинацию и форсированно попадают дамки на поле Ф8. Но все-таки ничья таится именно в этом продолжении. Белые размениваются и выбивают шашку черных на поле Д6. А теперь проводят свой финальный удар. Кажется, что белые здесь выигрывают. Но на самом деле черные точной защитой уравнивают позицию. АЖ3. Дамка белых идет на С5. Ну и здесь после ЖН2 белые действительно выигрывают. То есть это продолжение мы уже видели. Так, 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 так. То есть здесь ничьей нет. Но у черных есть очень труднонаходимый ход. То есть в партии против Яниса Сафина. Я знал этот вариант. Но все-таки тоже просчитывал позицию. Боялся ошибиться. Сидел, по-моему, 30 секунд или 40 секунд. Все-таки увидел БЦ7 именно. То есть в чем суть? Если белые теперь играют дамкой на Ж1. Мы щедро жертвуем две шашки. И скромно играем в ЖН2. И выясняется, что белые не могут победить. То есть играем дамкой на Б6. Здесь мы ставим дамку. И белые, видите, не могут одновременно контролировать дамкой нижний двойник и большую дорогу. Приходится отходить. Тогда мы тоже отходим. Приходится занимать дамкой большую дорогу. Но мы снова нападаем. То есть если белые будут отходить на А7, то возникает так называемый вечный шаг, как в шахматах. Поэтому белые уходят по большой дороге. Ну и возникает классическое окончание позиция Цирика. Я уже рассматривал это положение. Подсказку для тех, кто не знает, как тут играть. Оставлю в правом верхнем углу. Можете посмотреть. Но вкратце покажу защиту. То есть в чем суть? Мы за черных обороняемся. Просто ходим туда-сюда по нижнему двойнику. Белые для того, чтобы вытеснить черных с двойника, вынуждены подтянуть шашку Е1 на поле Ц3. Допустим, ЕД2 ушли. ДЦ3 ушли. Теперь белые подтягивают дамку и пытаются вытеснить черных с линии двойника. Если белые занимают срединные поля, то мы тоже занимаем срединные. Если белые играют на бортовое поле H2 или B8, то мы занимаем соседнее. То есть не даем вытеснить нас. Поэтому белые здесь вынуждены сыграть АБ4. Мы занимаем поле B6. Ну и после нападения точно играем БА5. Белые играют GF2. Черные точно идут на D8. Ну и после БЦ5 возникает классическая позиция. Запомните ее раз и навсегда. Сразу же нападать ДЕ7 нельзя. Из-за того, что дамка черных попадает в петлю. Поэтому мы разрушаем петлю. Нападаем на дамку белых. Ну и сюда, если белые отходят, мы нападаем с тыла. То есть ничья. А если белые играют на Е3 или на G1, то тогда мы нападаем точно с поля Е7 на шашку C5. То есть отсюда нельзя нападать, потому что белые закроются. И после нападения также закрываются. И шашки белых постепенно проходят дамки. То есть сперва играем именно на Е7. Надо отходить. Затем нападаем по большой дороге. Дамка белых, видите, в дальнейшем будет мешать своей же шашке на C3. Затем нападаем на шашку B6. Белые отходят. Ну и вот, видите, как раз тут дамка неудачно расположена у белых. То есть белые проигрывают шашку. И партия заканчивается ничьей. Именно так я сделал ничью против сильного мастера из республики Башкортостан Яниса Сафина. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели классические варианты, которые великолепно разобраны в книге нижегородского гроссмейстера Максима Федорова. А также вариант, который проанализировал нижегородский мастер Сергей Батулов. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Поддержите мое творчество подпиской. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Если вам что-либо неясно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!